всем огромный привет сегодня понедельник 15 февраля и сегодня хочу записать видео о своих покупках которые я совершил на формуле рукоделия я не умею записывать саму выставку кое-что я успела сфотографировать и выложить в инстаграм и вконтакте я в принципе дублирую эти фотографии и вы можете посмотреть либо там либо там и в основном это были работы из стенда компании мария искусница не только в тот момент вообще вспомнила что нужно что-то сфотографировать и вообще я вспомнила о том что можно что-то сфотографировать потому что на выставке обычно глаза разбегаются сразу голова полна всяких идей всяких мыслей что нужно купить куда это можно применить но не умею я конечно я совсем не репортер не умею я не снимать выставки поэтому покажу только свои покупочки вначале я покажу вот эти журналы формула рукоделия я видела на выставке чтобы продавали что продавались эти журналы и еще продавали все рукоделий все рукоделий журнал мне кажется гораздо интереснее чем этот поскольку там больше дизайнов обычно помещают и он более насыщенный он полон интересных идей я всегда из него что-то могу почерпнуть и не одно а формула рукоделия обычно ну какая-то одна или две схемки меня привлекают почему вы видите перед собой три журнала потому что у них была акция купи 6 журналов и таким образом журнал будет вам стоить 50 рублей мы вдвоем купили на двоих 6 журналов и поэтому вот у меня три журнала вышли по 50 рублей каждый если вы покупаете меньше 6 или больше даже 6 то есть седьмой например журнал вам бы стоил уже 70 рублей а самый последний я уже не помню точную цифру но по-моему не то 120 не то 130 в общем повелась я на дешевизну и подобрала журналы которые в которых какие-то схемки мне приглянулись это журнал был вот этот за ноябрь 2011 года здесь такой рождественский медведь мне кажется тоже неплохо его было бы переделать рождественский сапожок а также здесь есть схемка вот этого рыбачка что называется картина в раме мне очень интересно вот эта идея когда вышивается как будто бы рамочка до отступается пару клеточек и вышивается как будто бы рамочка такой интересный эффект возможно лишь потому что я еще так не вышивала никогда я думаю что как только мне стоит одну работу так вышить то возможно интерес к этому и пропадет но журнал он не новый поэтому что он показывает просто я обращу ваше внимание на то что мне именно приглянулась вот например вот эта подушка которая является таким стопором для двери узкая длинная подушка вот здесь птички домики вот в таком привить примитивизме мне вполне привлекает вот этот стиль последнее время мне не кажется он очень простым мне кажется он изящным и подходящим в любой интерьер значит этот журнал ноябрь одиннадцатого года еще журнальчик я взяла июнь четырнадцатого здесь конечно же мне понравились вот здесь вы увидите на панно такие терьеры но это в таком же стиле как вышивался мой зайка то есть только контур животного а внутри возможен какой-либо узор здесь есть и цветочки и полосочки и клеточка и все что угодно вот такие терьерчики так же вот метрика для малыша мне очень нравится она симпатичная я не собираюсь вышивать метрики но мне кажется какие-то отдельные элементы можно вполне взять для чего-то своего воздушные шары достаточно оптимистичные и радостные тоже вполне интересный вариант и вот здесь вот указана страница 42 это чехол для гаджета в данном случае для телефона который можно поставить на заправку он вот так вот вешается буквально на розетку и телефон можно вложить и заправлять одновременно ну такая небольшая мелочь но как идея достаточно плодотворная на мой взгляд опять же и третий журнальчик это журнал за июль 2012 года здесь конечно меня привлекла вот эта огородная тема садовый сэмплер вышивается правда ниточками анкор ну как бы я ничего не имею против ниточек анкор просто у меня есть кое-какие нитки дмс также есть в остатках гамма анкор просто для этого нужно будет специально подбирать или переводить ключ из анкор в дмс вот ну и ничего такого особенного вот интересные открытки здесь фантазийного содержания здесь можно увидеть дракончиков а также там еще есть две открыточки с единорогами по моему на винтажной конве вот канва очень интересно смотрится в этих открытках ну тоже если вышивать какой-то символ например к году дракона если доживу то в принципе вот это вот достаточно симпатичный дизайн мне кажется подойдет ну вот таких девушек по-моему это Джоан Элиот у нее целая серия вот таких вот девушек как здесь указано 12 странице я не могу сказать что я очень люблю но вот на этой подушечке со страницы 20 где идет такой домик сельский вариант мне очень понравились гуси на первом плане они такой симпатичный симпатичная разработка потому что не все разработки животных могут похвалиться своей качественностью сейчас хочу найти где они тут находятся вот эта подушечка вот они достаточно интересные гуси опять же гуси это какой-то такой по мне весенний-летний вариант лично мои ассоциации именно такие я как раз подыскивала несколько дизайнов гусей ну вот я думаю что эти гуси мне тоже могут пригодиться но эти журнальчики я купила в самую последнюю очередь когда мы вошли то первым делом бросился в глаза стенд от этой фирмы НИТЕКС вышивка из Сибири мне понравились работы которые касаются серии по Алисе из страны чудес я уже чуть было не купила кролика правда он достаточно большой мне показали этот наборчик он стоил 700 рублей но я спросила можно ли вообще в Москве этой фирмы купить наборы и вместо того чтобы купить сам набор прошу прощения я взяла их вот этот рекламный буклетик такой небольшой но так как здесь есть поближе поднесу здесь есть и адрес и их адрес интернет магазина наверное я думаю что вот можно будет обратиться ну как я поняла комплектующие самые самые простые у этой фирмы скорее всего даже канва китайская или гамовская а нитки я спросила что за нитки они сказали что они используют нитки ПМК Кирова ну вот так сказать за что купила зато и продаю ту информацию какую мне сообщили такую информацию я и делюсь в этот раз я не стала покупать наборчики единственное что я купила два всего наборчика на выставке один наборчик я купила от ланарты но я его показывать не буду так как я думаю что это будет подарок я купила его в подарок а вот наборчик от марии искусницы вот от этого я не смогла удержаться называется сладость в радость это наборчик для вышивки вот этого вымпела ну во-первых сюжет код с тортом во-вторых само оформление то есть это не картинка это вымпел это еще один плюс лично для меня этого набора я конечно же посмотрела что здесь в наборе здесь идет канва равномерного переплетения даже могу сказать вам фирму канва цвайгард трента конечно же ниточки специальная трубочка для того чтобы можно было сделать этот вымпел также есть шпагат на который можно потом этот вымпел повесить и что самое удивительное производитель дает я не буду все доставать я только достану канву чтобы показать то что меня удивило ну вот так как вымпел небольшой естественно кусочек канвы тоже небольшой но здесь есть два кусочка то есть на вышивку и на задник чтобы закрыть задник что позволит мне вышить этот набор наверное два раза потому что уж задник то я найду в своих тканях это вообще будет не проблема а тратить такой кусочек замечательной канвы на задник я считаю расточительством и я думаю что он у меня пойдет еще на какой-нибудь сюжетик а возможно даже и на этот если вдруг по какой-то счастливой случайности останутся ниточки и мне хватит еще на один сюжетик ну таких котов было несколько к сожалению продавался только вот этот вариант в продаже был только сладость в радость но честно говоря мне он больше всего и нравился но это моя тема от сладкого мне удержаться сложно я просто обожаю сладкое но иметь такой вымпел уж не знаю куда на холодильник что ли повесить но на кухню это точно пусть будет радости еще больше так что это был всего лишь один наборчик которым я могу похвастаться с выставки что еще намного надолго я зависла в уголочке РТО я конечно накупила там ткани просто ну просто вот здесь душа моя полетела в рай как говорят там я скупила все что мне понравилось на выставке ткани действительно дешевле продается ну во всяком случае от РТО вот это однозначно они дешевле и расцветки ткани хорошие американские для петчворка вот хлопок американский расцветки ну просто удивительные я вот не буду показывать вам ткани ну так как их много и наверное не всем это интересно посмотреть вот и в РТО я еще покупала по-другому подарки которые я буду слать рукодельницам поэтому ничего такого особого сейчас показывать не буду что еще привлекло мое внимание и на чем я остановилась на одном из стендов я увидела вот эту фирму она называется я сама они находятся в магазине в торговом центре где-то в Москве ну вот у них написано что шоурум находится family hobby или я сама эксперт в области немецких товаров ну вот можно посмотреть в интернет страничке что у них есть что меня привлекло это наличие вот такого войлока вот вы видите состав написан это войлок полушерстяной даже большая часть здесь 80 процентов шерсти и 20 процентов вискозы я считаю что это очень хороший состав войлок достаточно толстый миллиметра два это точно то есть не миллиметровый этот войлок будет удивительно ну такого мраморного оттенка он будет удивительно ложиться на всевозможные очешники к такому войлоку пришивать фермуары ну впрочем как к фетру одно удовольствие поэтому то я такой войлок и взяла я взяла голубенький цвет также вот травянистый когда я спросила по поводу того не дороже ли они продают на выставке свои товары чем в магазине девушка сказала что этот войлок вообще по какой-то старой цене у них и сейчас в магазине таких цен не найдешь поэтому я еще подошла и докупила еще парочку цветов малиновый ну и вот такой вот чуть потемнее зеленый это такого тканого материала для моих рукоделок за мной стояла еще одна задача для тех кто смотрит мои видео уже давно они наверняка помнят что с какой-то одной из предыдущих выставок я тоже вернулась вот с этой покупкой это фирма золотые ручки это мой первый набор этой фирмы я его взяла потому что мне вообще что-то хотелось именно с гранатом ну и вышитая работа смотрится конечно шикарно я посмотрела что находится в наборе и в наборе они положили вот эту конву конва конечно хороший этот свайгард по качеству она хорошая 14 каунт по-моему сейчас я присматриваюсь да это 14 каунт но вот как мне кажется что она достаточно темная но мне кажется она темновата для этого граната и на ней не очень виден вот этот рисунок скатерти в самом низу на дизайне вышиваются некие такие узоры имитирующий узор скатерти мне кажется он теряется на этой конве это во первых а во вторых здесь в этом дизайне есть пчелка и не одна и для того чтобы вышивать пчелок здесь потребуется вышивать большое количество бека ну видно что их крылышки все от беконы поэтому я когда еще только вскрыла набор и была разочарована вот этой конвой я решила что мне нужно ее заменить на равномерку я взяла с собой вот этот кусочек конвы и искала какую-то равномерку и к счастью уже практически под конец когда мы завершали наш обход этих всех стендов я нашла вот такой кусочек равномерки тоже фирма цвайгард 50 на 50 здесь хватает это немножечко это мурана и поэтому здесь каунт 32 то есть немножечко будет работа помельче но меня это нисколько не пугает я люблю некрупные работы ну вы знаете мое отношение я как-то не очень понимаю огромные работы в каких-то небольших пространствах тогда пространство вообще уменьшается до каких-то крохотных размеров и чувствуешь себя очень зажато и душно а вот средние работы для маленьких пространств это нормально поэтому я к счастью нашла конечно можно было поискать и взять что-то в интернете и это было бы наверняка дешевле чем скажем кусочек равномерки на выставке но во-первых в интернете ты никогда не поймешь что за цвет то есть для этого нужно иметь либо карту цветов либо видеть этот цвет и точно знать что тебе надо это номер цвета я не знаю какой это так как в принципе равномерка была девочками отрезана и они просто написали ее размер и написали что это мурана 32 а потом лишние проблемы с доставкой в общем сами понимаете поэтому вот я выполнила свою программу минимум а может быть даже и максимум и счастливая ушла с этой выставки а вам большое спасибо что посмотрели этот мой ролик всем желаю прекрасного вышивального настроения и всем до новых видео пока